Что ж, друзья, всем привет! Новая серия на моем канале и в этой серии покажу машину, которую я пригнал с Иктывкара. Да, в прошлом видео ее не показал. Прошлое видео было снято довольно-таки так давно. Нашел время подснять машину. Что ж, готов вам представить Honda Civic Coupe 6-го поколения. Да, это именно тот самый Civic, который был в андеграунде первом и во втором. Да, мечтал я о нем, наверное, с андеграунда второго, где-то в году 2005-2004, когда еще сидел за компом, в носу ковырялся и дропал на эту прекрасную машину. Ну, тем не менее, спустя несколько лет она у меня появилась. Да, по состоянию, конечно, сами понимаете, машина 1997-го года, что с ней может быть. Тем не менее, я счастливый обладатель Honda Civic Coupe в шестом поколении. Многие подумают, что это именно та самая Honda, которая снималась в форсаже первом, по-моему, черной Civic и нет. Там было пятое поколение, а это шестое. Ну, это так, навскидку, потому что я почему-то думал, что именно шестое Civic снимался в форсаже. Давайте, в принципе, расскажу про саму машину, что вообще с ней за ее года случилось. Жизненные коцки, рыжики, там мятинки, естественно, бобры тут поселились и в порогах, и в варках. То есть, ну, сами можете понять, что с машиной может происходить за такие года. Что самое страшное, это разбивка заднего стекла, потому что, к сожалению, таких стекол больше не найти только по разборкам, либо делать из оргстекла самим. Тут также залеплено все герметиком. Куска стекла, я так понимаю, нету. Поэтому мы его пока не вытаскиваем. Попытаюсь найти все-таки оригинал. Не получится, но придется из оргстекла выгибать, делать формовку. Дальше. Здесь у нас коцки, там коцки. Тут шпатлевка отходит, блин. В общем, сами понимаете, что пол машины нужно будет, естественно, переваривать. Не пол, в смысле дно. Хотя там тоже есть интересный нюанс. А именно сам кузов. То есть пороги, арки. Есть такие коцки. Как бы, ну, это все есть. Это все можно поставить. Что могу еще по кузову рассказать? Он гнилой. Проще. Что вы хотите? Тачка 97-го года. У нас 21-й год. Конечно, тачка будет гнилая. Мы это сделаем. Расскажу немножко о том, как я ехал с Иктывкара. Еду, никого не трогаю. Точнее, приехал, посмотрел. Понятно, что за 2500 километров просто так не пойдешь, чтобы посмотреть машину. Хозяину я сразу предупредил, что я намерен ее забрать. Но не за ту сумму, за которую она стояла. Вот. А вот, кстати, по поводу суммы. Как вы думаете, за сколько я ее забрал? Вот давайте в комментарии напишите под данным тайм-кодом. Вот. А я во время видео вам расскажу, за сколько я все-таки ее забрал. Приехал я в Сыктывкар. Встретился с бывшим уже владельцем. Так, что, приехали, короче, в гараж. Сейчас отгудут запчасти. О, 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 дырка. Где-то там. Твоев? Так, ага. Прикольно. Тут прям жить можно. Нет, тут сдохнет. Ну, в жару, да. Я еще носой всегда гаража жаловался, что он маленький. Говорю, да я просто носой всегда гаража жаловался, вот тот, который сгорел. Бля, гараж маленький, надо побольше. Но тут прям, прям очень маленький на самом деле. Вот у тебя встроился. Ага. Так, это у нас стандартные ступы подъехали. Любшая подушка. Давай, почему? Тогда давай. Пускай будет. Моудинги, все дела. Короче, сейчас по запчастям соберем еще одну Хонду. Опа, ну тут эти, как ты и говорил, остатки. Так. А, значит, у внутреннего одного ступа нету. Крем даже помазь. Это еще один, да, который? А, старый. Пассажирский ступень. Блокерный театр. Да тут я, я вот, серьезно, я вот, как и говорю, что сейчас соберется еще одна Хонда по запчастям. Это тулки и амортизатора. Комплект силиконовый. Раз, что у тебя дергает? Коврик еще. Какая? А, угу. Договорились о цене, сел, покатался по городу, посмотрел. В принципе, вы все в прошлом видео видели. Нет, вот вам отсылочка, посмотрите обязательно. Отъезжаю километров, наверное, 200. И получается, начинает что-то стучать. Притом громко. Это было страшно очень. Потому что, ну, сами понимаете, что может застучать. Естественно, первая мысль, что двигатель. Думаю, не дай бог еще ехать. 2000. У меня застучал двигатель. Останавливаюсь, завожу. Ничего не стучит. Все, ништяк. Начинаю ехать, начинает стучать. Что же вы думаете? От скорости 100. Тоже расскажу, почему именно 100. У меня отрывается здесь вот резинка. И начинает мне бить по крыше. Смотрите. Когда закрываешь шлюку, он ее чуть подпирает. И, короче, она начинает тарахтеть. Глянь, твою мать, звук просто трандец. Надо будет сейчас на заправке его как-то устранить. Потому что, ну, трандец. И чем больше скорость, тем резинка больше отрывалась. И била мне по крыше, создавая, ну, страшный звук. Короче, после 250, ну, 5 километров, резинка, короче, совсем оторвала. Из-под всего лабаша. И она стала уже телепаться прям конкретно. Поэтому, наверное, сейчас, смотрите, вот так вот снимем. И положим ее в багажник. Чтобы она нам уже нервы не трепала. Вот, естественно, остановившись, я ее аккуратненько по контуру снял. И дальше поехал один фиг 100 километров. Тоже расскажу сейчас, почему. Поскольку у тачки пробега почти 250 тысяч. Двигатель никто, слава богу, не делал. Естественно, на что? Она жрет колоссальное масло. Еду 120-110, масло уходит моментально. Еду чуть меньше, масло расход меньше. Вот идеальная скорость была именно 100. Потому что и нет жора масла. Останавляясь каждые 100-200 километров, я вытаскивал щуп, проверял. И смотрел, сколько она сожрала масла. Каждые 150 километров она сожрала полщупа масла. Еще интересно, сколько она у нас за этот период, ну, так скажем, скушала масло. И скушала ли вообще. Поэтому сейчас минут 5-10 постоим и проверим, что у нас по уровню масла. Так, ну что, 10 минут уже прошли. И давайте посмотрим, что у нас там с маслечком. Кроме у нас состояния. И есть ли оно у нас тут вообще. Что-то как-то... Непонятно. Что-то как-то непонятно. Либо еще не стекло, либо его там вообще нет. Страшно. Вы представляете, да? Вот, но тем не менее. Машину. Машину. Ну, по-моему, это не на машину, а куда? Давай убирайся. Вот, смотрите. Это частное... Смотрите, вот камера. Я смотрю на себя одновременно. Вот, вот. То есть здесь у меня, вы видите, вот только меня. Вот. Поэтому я ни в коем случае... Тут пофотографировать и это не там что-то фотографируешь. Я вот на расстоянии. Вы просто, я вижу именно себя. У меня здесь камеры нет. Ладно, давай, убирайся. Ну, сейчас, еще пять минут, я отъеду. Это частная собственность, понимаешь? Частная. Это не государственная. Это частная собственность. Вот это, вот это, да. Так, а... Там нет ни шлагбаума, ни... А, шлагбаум еще надо. Ну, поставим. Ради таких, как вы. Ради таких, как вы. Ну, шлагбаум поставим. Вот же, как запустим это кафе, так и поставим шлагбаум. Ну... Чтоб, как зря, сюда не ездить. Ну... А то ходят, фотографируют, что-то. Я не... Мне здание не нужно, у меня машина стоит. Ну, машина. Аль, как вот ты ее кафе пригнал? Ну, там бы поставил, он тоже шпилька. Так она все равно попадала бы. Попадала. Я недолго и уеду. Ну, давай. Ну, вот как работать? Как работать? Затарившись потом на заправке маслом, поехал, получается, дальше. И так на протяжении, в принципе, всего пути. Внешку я показал, да. Крышка багажника тоже тут в шпатлевке, в ржавчине побитая. Но, к счастью, она целая. Потому что крышек тоже не найти, только все в оригинале. И это, на самом деле, сложно. Поэтому будет стекловолокно, матрица и будет реплика багажника. Что ж, давайте покажу вам ее в салоне. Вот, скажу проще. Я ее уже отмывал раза три. Чего, Анют, как тебе машинка? Отличная машинка. Отличная машинка. Чистая. Чистая, да. Будет. Теперь точно будет чистая. На самом деле, тачка внутри очень грязная. На химчистку пока денег нет. И смысла ее туда пока гнать нет. Потому что в полу есть гниль. Ну, поскольку я проехал две с половиной тысячи и где-то тысячи полторы здесь, у меня случился такой казус. В общем, от моей плоской жопы у меня провалился пол. Вот. Поэтому я пока езжу, блядь, с такой опаской, что скоро моя жопа окажется на земле. Тут слой пыли по салону. В принципе, вот. Ну, обычный сивик. Что можно сказать? Самых два главных плюса. Тачка едет. И работает вся абсолютно электроника. Абсолютно вся электроника работает, что меня очень порадовало. Когда сел в тачку, я увидел она с люком. Думаю, ну, ништяк, что. Люк как бы есть, но, скорее всего, он не пашет там все дела. Спрашиваю хозяина, что там с люком? Он, наверное, не работает, да? Он такой, да нет, почему? И нажимает на кнопочку. И люк уезжает. Я такой, ммм, круто. Наверное же он течет? Он говорит, нет, не течет. Ребят, инфа стопроцентная. Он не течет. Уже и под дождями бывал, плюс на мойке бывал. У меня вот тут вот под лобашом течет. Но никак не люк. Также люк работает в двух положениях. Кто знает. Он так вот закрывается и... И еще поднимается вот сюда вот. Также спокойно закрывается. Вот. Но вот эту штучку приходится закрывать вручную. Она у нас тугая, блядь. Вот. Далее, что по торпеде. Ну, тут все в пыли и в грязи. Вот. Все работает. Мафа на аварийке. То есть все не всякое будет. Кроме, к сожалению, иногда отрыгивает тахометр. Но сейчас у нас на месте обычно он уходит в ноль с другой стороны. Ну и стрелки вон там, вон, тоже у нас сдохли, к сожалению. Бардачок у нас открывается примерно вот так вот. Нету крепежей. Ну, короче, он проще, он падает. Сзади у нас... Ну, все на месте. Все на месте. Это, кстати, в будущем. В будущем. Ну, вы поняли. Да. Будет в один магнитол. В общем, задняя часть автомобиля по словам просто песня. Сейчас там пушка-гонка. Типа втек, не втек там. Опа. Медальник какой самолет-карабоч. Такая вот херня, короче. D-16 Q7. Родной движок с пробегом 200. Давайте сейчас проще даже посмотрим. Пробег ее, кстати, реально родной. 246 километров. Из плюсов. Он, блядь, работает. Но также были недавно косяки. Пришлось снимать трамблер, чистить, так скажем, контакты. Потому что машина ехала, троила. И я в итоге глох абсолютно. Потом не заводилась. И аккумулятор быстро сажался. Также минус в том, что она когда-то была бита в морду. И тут кулибины, конечно, наварили. Наварили вот такую херню. Тачка у нас немножко ржавая. Также через вот эту вот крышечку у нас убегает антифриз. Антифриз приходится вот так же доливать. Плюс течет масло из-под крышки, из-под сальника. Из-под трамблера текла. Сейчас не знаю, потому что мы резиночку там тоже уже поменяли. Вот это еще классно. Это у нас, пацаны, минус. У нас красный идет на минус. Это просто топ. Хотя бы, не знаю, в черный зренту бы замазали. В остальном, движок спокойно работает, без нареканий. Да, жрет колоссальное масло. Поэтому скоро будем его вскрывать, ремонтировать и засовывать обратно. Может быть, будет какой-то там недосвап. Не знаю. Так что, в принципе, что вам тут еще показать про подкапотку. Обычная подкапотка с обычным овощным мотором. 106 лошадей, 1,6 по-моему, да. Шикс. Вот. А, ну, каждый, любой хандовод. Тут у меня, короче, масло ездит. Оно закончилось. Надо, кстати, набрать и мусор надо выкинуть. Это металлолом на масло. Как я говорил, у меня бежит антифриз. Щит-тосол. Пока поставим сюда. Ну, по жопе, что я могу сказать. Жопа у нее, слава богу, целая. Там докатка. Стаканы целые. Вот как и полукрылья. А там стакан у нас тоже целый. Ну, там видны саморезы. Ну, это... Ладно. Закроем. Тачку на счет пока еще не ставил. Потому что есть проблемы с лобашом. Там как раз трещина. Но есть в своей стороне. Вот. Нужна замена лобового стекла. О, ребят, дождик начинается. Вот. И с задним стеклом, честно, не знаю, что делать. Потому что его, в принципе, нереально найти. Реально, но нереально. Проблематично. Стопы были заменены на стандартные. Тюнингованные. Прикреплю фотографию, по-моему, в Чувашской, где-то, Республике. Фотографировался на фоне. Вот там такие стопари стояли. Если повезет, найду рестайлинговые. Это красный верх, белый низ или наоборот. Что-то такое. Никакого грандиозного там особо проекта не будет. Чисто накинуть колеса, сделать развал. Бамперы, пороги, обвесик. Ну и, в принципе, просто ездить, наслаждаться машиной. Еще, естественно, дропнуть. Потому что стойки стоят от седана. Вы сами видите, какой тут фитмен, бляж. Полтора кулака заходит. Вот. Еще у нас, да, у нас начинается опять дождик. Так. Ну, а мы, наверное, перемещаемся все-таки в машинку. Потому что дождь у нас усиливается. Усиливается. И, наверное, немножко мы на ней прокатимся. Опа. Оп-оп. Злая тетка. Чтоб тебе на ютубе все, зайк. Давайте поставим тетке лайк. На самом деле, за то, что она вот следит за территорией. Выгоняет отсюда таких злостных нарушителей, как я. Вот прям. Прям вот давайте даже в комментарии лайк тетке. Вот пишите. Прям, думаю, зайдет на самом деле. По управлению тачка просто огонь. Куда бы ты ни повернул слегка, она начинает туда ехать. То есть, прям вот стоит только чуть-чуть дать, она поехала. Чуть-чуть дать, она поехала. Просто вот у нее... Да, как бы она валкая, потому что, ну, блин, вы сами клиренс видели. Но при этом управление у нее просто бомбическое. Вот прям кайф. Что-ни-что, а вот за управление Хонды я просто тащусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, надеюсь, здесь меня хотя бы не сожрут и не выгодят. Да, дождик слегка, конечно, еще идет. И еще, ребят, не путайте ее, пожалуйста, с хэтчбэком. Именно вот этот кузов, это купе. Потому что, когда говоришь купе, все думают почему-то именно на хэтчбэк, потому что он трехдверный. Как я помню, объяснял пацанам, это седан купе. Они такие, в смысле? Когда я говорю, что купе, люди так же представляют, что это хэтчбэк. Я говорю, нет, это купе. Говорят, ну это же купе. Я такой, нет, это именно хэтчбэк. А что тогда купе? Я такой, купе, это, короче, как седан с жопой, только, блядь, трехдверный. Они такие, в смысле, седан купе и отъебитесь. все конечно знатно поржали но тем не менее меня хотя бы поняли она когда нашел как картинки в интернете ну и вообще как бы всем стало понятно за машину что я имею ввиду принципе все что я знаю про машину я вам рассказал показал в следующих частях уже естественно будем вскрывать смотреть заказывать арки будем заниматься кузовом разбором сваркой так чтобы будет довольно таки так интересно а вы не забывайте обязательно подписаться на канал поставить колокольчик чтобы не пропускать новую серию пишите комментарии обязательно поставьте лайк за бабушку которая меня поругала за то что я такой хулиган с камерой тут схожу снимаю ихнюю кафешку вот ну и обязательно по поводу машины напишите за сколько я купил да кстати за сколько я купил стояла на за сто десять тысяч рублей урвал я ее за 70 до новых встреч пока пока